Значит, от Крыма никуда не деться, я просто постараюсь поговорить, решить задачку, такую чисто геополитическую. Вначале я сформулирую попытку сделать из геополитики как некую определенного рода строгую науку, типа топологии дифференциальной геометрии, так скажем, конца 19-го, начала 20-го века, на таком уровне сложность этой вещи. И пытаюсь разобрать гипотезу Сергея Борисовича Переслегина по поводу Бахчисарайского гамбита. Он полагает, что с точки зрения таких шахмат, а термин «мировая политическая доска» Сбегнов-Жжинский ввел впервые, то это получается пешка, то есть Крым это некая пешка, которую можно брать, но с точки зрения шахмата она является пешкой отравленной. То есть лучше бы ее не брать. С одной стороны, у России нет возможности ее не взять, приходится, но пешка отравленная. И я постараюсь понять, насколько подобная точка зрения она справедлива и имеет действительно к этому, к реальному положению дела. Значит, когда мы говорим о геополитике и геоэкономике, у нас являются важными понятиями, некое представление о близости и дальности, связанной не с геометрическими расстояниями. Два города оказываются близки между собой, если между ними есть дорога. Если между ними дороги нет, и эта дорога ведет через третий-четвертый город, то таким образом эти города кажутся дальше. Вот между Архангельском и Санкт-Петербургом 700 километров. Но чтобы нам реально ехать по дороге с твердым покрытием, нам надо заехать до Вологды, потом уехать еще даже дальше на восток и двигаться на север. И в сумме получается 1450 километров. То есть Архангельский с точки зрения автомобилиста, Архангельский и Петербург – очень далекие между собой города. А так бы, если бы была дорога, они были бы близки. Мы видим, что по сравнению с обычными геометрическими расстояниями понятие близости и дальности водится как-то иначе. Есть еще понятие связанности. Ну вот связанности, когда мы говорили о бурбанистике, тогда говорят как о связанности. Ну представьте себе, город, этот способ… Извините, а связанности и дальность, они, то есть связанность не является одной из атрибутов дальности? Ну может и является. Связанность – это когда ты можешь попасть из точки А в точку Б нескими путями. То есть у таких три пути, а это вот называется связанности три. Потому что, извините, это пола. Вот, например, вот отсюда, где сейчас мы находимся, можно попасть в район Автово, ну, наверное, тремя путями. Через народное ополчение, через… Может быть, это конечное количество путей. Ну на самом деле, на автомобилист может попасть тремя путями. У нас два геодука здесь и один на народное ополчение. Под народное ополчение. То есть, поэтому, как бы, вот, например, в урбанистике этот вопрос очень интересен. Считается, что нужно не строить, скажем, большое количество дорог, а повышать связанность местности. То есть, ты в соседний район должен попасть как можно большим количеством вещей. Потому что одну дорогу можно перерезать, и все, у тебя все встали. Хоть она какая бы она шелкая была. А так у тебя все потечет. Здесь у нас точно так же. Поэтому иногда бывает, что связанность некоторой вещи равна нулю. Мы видим таким образом, что у нас карта, на которой разворачиваются боевые действия, в смысле экономики. Экономика это тоже, как бы, война. И в смысле реальной войны, в смысле танковой дивизии, чего-либо еще. Она у нас оказывается расчарчена, а не оказывается некая другая структура, которая совсем не связана у нас с, как бы, с геометрическим простым расстоянием. Ну вот, например, в этом смысле можно сформулировать другую концепцию. Концепцию сильной и слабой позиции. Некая мерная пространство. Да. Что такое сильная позиция? Это когда у тебя высокий ранг связанности у тебя существует. А слабая, это когда у тебя связанность вообще отсутствует или она просто-напросто отрицательна. Ну, пример классический такой системы с отрицательной связанностью. Петербург времен блокады. Откуда все эти возникли вот эти разговоры, что Петербург надо было сдать? А почему? Потому что это некоторая среда с отрицательной связанностью была. Он был блокирован, и содержать такое большое количество народа было, как бы, очень сложно. Потому что у тебя дороги-то нету, содержания ничего нету. У тебя, с точки зрения расстояния, вот такого топологической мерки, Петербург находится на очень большом расстоянии от Большой Земли, когда он находится в блокаде. С этой точки зрения, опять-таки, стратегия немецких захватчиков, она какова должна была быть? В Петербург не входить и поддерживать эту ситуацию, как ситуацию слабости для Советского Союза. Такая вот ситуация. А по идеологическим причинам Петербург не могли сдать. Санкт-Петербург и Ленинград тогда не могли сдать. Вторая такая позиция, это когда была окружена под Сталинградом армия Павлеса. Самая известная была концепция, которая предлагалась на тот момент в Генеральном штабе, она состояла в том, что этот котел не нужно ни в коем случае ликвидировать. Его надо выставить некоторые войска для охраны, уже потрапанные в боях. Все равно они никуда уйти не могут, потому что пройти без топлива, без продовольствия 200 километров по холодной степи, это все равно самоубийство. И к ним наоборот надо было стараться за тем, чтобы часть воздушных кораблей, то есть могли туда прорваться, что-то там им привезти. Специально давайте прорваться, для того, чтобы вот эту 300 тысячную группировку поддерживать в качестве слабой, слабости позиции гитлеровской Германии как можно дольше. Но тем не менее Сталин сказал, мы все с вами даже давно ждали хоть этой победы, и эту группировку надо было ликвидировать. Ее ликвидировали. То есть это тоже было как отравленная бежда? Да, это была вот такая ситуация. Вот взяли это еще. Там было еще стратегически, когда мы могли отрезать вообще всю северокавказскую группировку немцев от большой земли, но это не получилось. По причине, в первую очередь, конечно, неудовлетворительных командных действий маршала Ременка. Ему было поручено ни в коем случае не давать противнику оторваться от себя, то есть навязывать ему бои. А он это не сделал, по большому счету. И они отрывались на 2-3 суток, все скопились на Таманском полуострове и там закрепились. И через Керченский пролив с Крымом у них было хорошее это снабжение. Вот. Такова вот логика как бы войны. С экономической точки зрения, вот тот же Переслегин постоянно описывает наш эксклав, то есть Калининградский область, как такую позицию слабости. И действительно, ее связанность с землей, она практически отсутствует. Она отрицательна. Вот. Она вот эта самая ситуация, организующаяся, обладает отрицательной связанностью и держать нам ее очень сложно. С другой стороны, в этом смысле держать ее оправданно. Почему? Потому что она блокирует такую же слабую позицию в этом, значит, для Прибалтики. Очень часто бывает, когда две армии стоят друг напротив друга и у обоих позиция является сильной. Такое бывает. А бывает ситуация, когда люди переходят осознанно к позиции слабости. Вот, например, тот же Сталинград, про который мы говорили. Зона Донбасса изобилует путями, дорогами, чем-либо еще. А потом, по отношению к Волге, к Волгограду, у нас идет степь, без каких-либо коммуникаций. Те войска, которые продвигаются за эту степь, то у них оказывается, что в тылу у них нет коммуникаций никаких. Практически советская команда у меня так и сделала. Она позволила немцам дойти до Сталинграда. А Сталинград, там железная дорога, там в летнее время река есть большая, что-либо еще. То есть для советских войск она была в позиции силы, для немцев была в позиции слабости. Хотя бывает и наоборот, когда вот эти позиции являются взаимно сблокированными. В этом смысле очень часто оказывается та странная ситуация, что начало любых империй, гибели, является источником того, что люди берут какую-то травмную пешку. Так Польша накануне своей гибели, ну максимальная Польша, да, в 1939 году, схватила часть областей Чехии, при разделе Чехии, да, при судебском кризисе. Так Австро-Венгерская империя зачем-то прихватила себе Боснию-Герцеговину. А что с ней делать-то? Там связанность отрицательная, там горы, там нет дорог, там враждебное население. Вот такова ситуация. И это были именно те самые отравленные пешки, которые породили ликвидацию империи, в том, что столько было ресурсов на них брошено, и тем не менее они были сделаны. Хотя были и удачные причины удержания. Вот, например, Петербург удержали, в конце концов, со всеми этими чудовищными потерями, в конце концов, смирились с этим, с Невским пятачком, всем, вот, все, что там было, с миллионом человек, погибших от гола, или что-либо еще, удержали ее по идеологическим причинам. Ну вот, это так. Мне вот тоже в одном из интервью того же Переслегина я слышал о том, что с стратегической точки зрения Нагорный Карабах для Армении является позицией слабости. Практически, да? Но с точки зрения идеологии он примерно такой же носит отношения, как Ленинград для Советского Союза. Поэтому они ни в коем случае его не сдадут. И сдавать его не могут. Для них это вот позиция слабости. Вот. Что я еще хочу, что еще хочется заметить? Можно с этой точки зрения посмотреть на распад Советского Союза. У нас, что такое империя? Это когда существует несколько центров, которые по каким-то причинам им выгодно находиться в одном государстве. А почему? А потому что защищать общие границы выгоднее, чем, собственно, индивидуальные. Потому что иметь большой рынок выгоднее, чем иметь маленький рынок. Но при этом, понятно, и издержки есть. Провинция платит налог кровью. То есть отравляет своих грекотов на службу в армию, в имперскую. Местная элита оказывается полностью зависима от произвола Верховного Центрального Начальника. И не вполне владеет своей провинцией. У них этих издержки есть. И самое главное для империи, для нее очень важно, с ростом экономической мощи оказывается та фундаментальная особенность для нее, и очень интересно, что ее развитие инфраструктуры должно ее опережать. Что погубило Советский Союз с этой точки зрения? Не министической совершенно. Его погубило то, что при интенсивном экономическом развитии развитие инфраструктуры отставало. В этом смысле определенному выделенному сегменту, то есть провинции, было выгодно поддерживать собственную самостоятельность. Мы все помним вот такой классический сегмент, про который я сегодня буду говорить. Все помним анекдот 70-х годов, что в России было три периода. Петровский, Петровский, Днепропетровский. Днепропетровский это почему? Это потому, что Брежнев со всем своим окружением были выходцы из Днепропетровска. Если мы вспомним, то вот этот именно район Днепропетровска, Донецка, Харькова или что-то, это был самым большим бриллиантом в промышленной коронии Советского Союза. Он явной форме, его развитие опережало промышленное развитие, ну почти все, всякие районы. И ясно, что в этой самой ситуации оказалась вот эта проблема недостаточной инфраструктуры при интенсивном развитии провинции. Некоторые говорят, что в отколе Украины виноваты какие-то мистические западенцы. Ничего подобного. Если вы все обратите на всех лидеров украинцев, от Кучмы, который директор Южмаша был, до Януковича, директора, губернатора Донецкой области, Тимошенко, выход вместе с другими олигархами из Днепропетровска опять-таки, то мы увидим, что главной движущей силой настоящей самостоятельной государственности оказывается кто? Оказывается, как ни странно, Восточная Украина. То есть Восточная Украина в силу вот этого законно-экономического развития оказалась, что с энергетической точки зрения ей находиться самостоятельным оказалось гораздо более выгодно, чем стране. А остальная, но очень идеологически возбуждаемая Западная Украина – это всего лишь внешность. Это внешность, за которой скрывался Янукович, клан Тимошенко или Рената Ахметова. Это все люди, положившие много этого, кучу, мы и что-либо еще. Я хочу обратить внимание, здесь еще одно такое устройство, что остановило распад России, то есть Советского Союза, а общая промышленная деградация. Оказалось в ситуации деградации, что промышленное развитие вернулось к некому такому уровню, где инфраструктура перестала восприниматься как нечто недостаточное. То есть, если бы Дальний Восток развивался бы активно, то стало бы вопросом боевого отделения. Но Дальний Восток не развивался, потому что происходила всеобщая деградация. И он поэтому до сих пор в России. Парадокс состоит в нынешней ситуации для Восточной Украины, что ее уровень деградации настолько высок, что она вернулась, по сути, к статусу конца 50-х годов. И для нее на сегодняшний день существование в рамках Большой Империи оказывается экономически выгодно. Какие цифры, здесь говорится? Выгодно? Ей стало в конце 90-х, когда она была вот этим бриллиантом, да, сияющим бриллиантом, корония этой Российской империи была, советской. Украина вся целиком. Вот это промышленный район восточный. Ей выгодно было отсоединиться, да. Ей было выгодно отсоединиться. Потому что тогда же было, пути транспортные были перегружены, всевозможные. Ну вот всякие, всякие вот это. Там была очень-очень такая, достаточно тяжелая ситуация. И я был, по-моему, в 90-м году собирал персики в Запорожье. Если кто говорит, что украинцы и русские это один и тот же народ, плюньте им в глаза, блин. Это восточные украинцы, но они принципиально отличались от нас по-другому. Кодом позже я собирал персики в Крыму. А это один и тот же народ, по понятной причине. Что русские в Крыму, что русские в Петербурге, или русские в Архангельске. Это вот так. Это совершенно вот эти точности. Да, то есть вот появилась странная вот такая позиция, вот с такой, с геополитикой, как с строгой науки. Оказалась странная позиция, что деградация промышленности Восточной Украины, носит такой характер, что ей на сегодняшний момент опять оказалась выгодна, вернулся в лунную империю. Ну какие цифры? Уголь 30% от советского уровня. Стали 60%. То есть вот цифры вот такие. То есть вот это. С этой точки зрения. Но я хочу с вами обсудить другой вопрос, которому я сегодня и не посвящен, наверное, мое собственное выступление. Можно я вам точню? То есть по-прочему сейчас получается, что уровень развития Восточных областей, он соответствует уровню развития Российской империи. Нет, это в том смысле, что и... То есть они деградировали настолько, что им сейчас выгоднее попасть в империю. Да, да. Выгоднее попасть в империю, ну, с точки зрения той же физики, да, то есть для объединения нужно либо преодолеть барьер какой-то, либо нужно свалиться вниз. Подняться наверх они не могут. Поэтому я и делаю положение вывода о том, что обстановка России, она настолько же плоха, как восточных областях. Да, и ситуация Советского Союза тоже. Я вот говорю, это странный факт, что дальнейший распад России не мистика какая-то, не какой-то российский эгрегор, а просто простая экономика и математика. Потому что оказалось, при ситуации всеобщей деградации провинциальной экономики, количество той инфраструктуры, которая была, которая спаивала это дело в единую империю, оказалось даже, в этом смысле, избыточным. Оно не стало перестаться. То есть вот то чудовищное напряжение, которое существовало в последние годы Советского Союза, когда любое действие сопровождалось таким диким количеством транзакционных изделий, что дальше делать было нечего. Я думаю, факторов было много. Ну вот я один из факторов такой представил. Я предлагаю обсудить другой вопрос. Вот я эту позицию задал. Насколько то, что нам разыгрывается, является крымским гамбитом? Что это означает, что если нам отдают пешку, и мы ее берем, то мы получаем заведомо худшую позицию? Это мягкий вопрос. Второй вопрос, жесткий. Он состоит, насколько Крым сейчас является Босниной герцеговиной для Австрийской империи начала 20 века. Как вы будете сменяться? 1914 года. Вот такой вопрос. Если нужно какие-то вопросы по поводу экономики Крыма, водоснабжения, что-то еще, инфраструктуру, электричество, я могу вот сейчас короткую справку дать такую примерно. А Крым, кстати, у нас же нет границы вообще? Да, да, да. Вот с точки зрения у него... Через Терщевский проезд. Да. У нас возникает ситуация отрицательной связности, казалось бы, да, на первый взгляд? Ну да. У тебя нету... В чем проблема? Если бы можно было переезжать, но дело в том, что там, с той стороны, с Таманского, инфраструктура тоже слабо очень развита. Вы вот не обратили внимания, но Керченская ветка Дажда-Джанкоя, она однопутейная. И с той стороны, Таманская ветка тоже однопутейная, железнодорожная. Она неэлектрифицированная. Ну то есть фактически связанная с Украиной, она тоже отрицательная? Да, связанная с Крымом. Да. Ну я имею в виду с Россией. С Крымом и Россией с Украиной, да. Может быть и не отрицательная, может быть и я... Я оставлю этот вопрос. Но вот на первой позиции... Сергей Борисович Переслегин считает, что она отрицательная, безусловно. Что Крым это будет такой же проблемной точкой слабости, каким является Калининградский анклав. То есть нам как бы дают такую... Взять нечто, да? Чего мы не сможем... Как гамбит. Вы знаете, да, что такое королевский ферзевый гамбит? Когда прежка с разных сторон подставляется, ты ее берешь, после этого твоя позиция оказывается слабее, чем если бы это было бы сделано. Ребята, мне кажется, все-таки тут более важны политические составляющие как бы всей этой игры. Ведь дело в том, что если мы сейчас как бы не примем Крым, то есть фактически мы тем самым предадим наших сторонников, так сказать, на Украине, в Крыму, и к России уже у них не будет никакого доверия. Это ситуация, что я с тобой согласен, что пешку нельзя не взять. Как и нельзя было после убийства герцога Фердинанда не взять Боснию-Герцоговину. Нельзя было. Вопрос же не идет о том, что можно как-то по-другому сыграть. Вопрос состоит в том, что если мы сыграем, как должны сыграть, то вот мы проиграем. В общем, проиграем. Наоборот, во-первых, это поднимет, так сказать, такое национальное самосознание. Во-вторых, мне кажется, авторитет России поднимет. Кто в тебе столько терминов-то в Сибири, политический? Ну ладно. Насчет самосознания, тут вопрос возможно. Действительно, да, поднимется самосознание людей. Они скажут, вот какие мы так крутые, западили Крым. Насчет, ты сказал, насчет... Авторитета России. Авторитет России однозначно будет порушен уже тем фактом, что весь мир сказал нет. Это натяжка. Сказал нет Америка и Западная Европа, а не весь мир. Из 13 стран, по-моему, в ООН, все проголосовали против России. Воздержалась только Китай. Ветро наложило Россия. Все. Из всего Совета безопасности ООН все проголосовали против. Кроме России, которая наложила в это, и Китая. Далеватый, и Китай. Просто прошу, ну прошу, и как удержитесь. Сколько уже можно? Для того, что слабость. То есть, а слабость с экономической точки зрения. Мы возьмем Крым. Везде уже, все эксперты уже почитали о том, что экономика Крыма никакая, что туда нужно только вкладывать. Из полутора миллионов рабочих мест там порядка 250 тысяч. Все остальные, все остальные это пенсионеры и военные. во-первых, там есть месторождение Каза, во-вторых, нам не нужно будет платить за аренду Севастополя. Опять же, это же вопрос уже не в этом. В геополитическом смысле обсуждается уже, все подсчеты, конечно, ведутся. Самое главное, на самом деле, понять, действительно, как вот в геополитическом смысле, это отравленная пешка или нет. Геополитический смысл можно оценить в каких-то конкретных вещей, а не просто абстрактных. Ну, а что означает геополитика? Что значит, как политическая составляющая какая? Экономическая составляющая какая? Понимаете, если мы сейчас сдаем Крыму, это все, вот это все слоганное. Не надо сдавать Крыму. Мы, в том смысле, не принимаем. Не принимаем. Мы не принимаем Россию, а оранжевая революция будет шагать с удвоенной силой по пространству бывшего Советского Союза и, в конце концов, придет к нему. Один из вариантов, который озвучивается и рассматривается, связан как раз с тем, что у нас в России уже назревала эта самая оранжевая революция, и, соответственно, чтобы предотвратить ее внутри стран, мы, соответственно, вышли вовне в Крым. Ну, я не думаю, что это было как-то спланировано. Есть такое мнение, что, ну, есть такое мнение, я просто высказываю, такое мнение, что у нас действительно в стране уже подготавливается в некотором смысле та самая оранжевая революция, и чтобы ее предотвратить, каким-то образом попытались сплотить. Вы вспомните, мы сколько лет уже ищем национальную идею, вокруг чего сплотить людей в России. Ведь пока же национальной идеи не было. Ее и сейчас нет. Вот. Но, все люди в Сталин, ребята, Крым. Да, да. По поводу Эгрегора, который был предыдущий, что, как повлияет возникновение национальной идеи, вокруг которой можно сплотить Россию. Крым. Если это национальная идея, это Крым. Я еще не знаю, какая. А, нет, имеется в виду Крым. Нет, Крым, Крым, это лишь как способ. Какой национальная идея может быть? Вот. Я говорю, что у нас нет национальной идеи, но присоединение Крыма и сам Крым, и Олимпиада, эмоциональный подъем людей и так далее, возможно, на этой волне возникнет некая национальная идея, как идея как идея сильного авторитетного государства. Это не национальная идея. А какая? Ну, нет, в конце концов, имперская идея, вот то, о чем ты говоришь, она в принципе могла бы, но просто понимаете, какая штука, империя в современных условиях просто не живет. Либо империя живет всегда в развитии и вошедения. Это не нестабильная форма. Что значит империя? Нет, имперская идея подразумевает расширение империи. Другой имперской идеи не бывает. Ну, это не имперская идея. Кстати, по поводу имперской идеи, почему нет расширения? Мы можем также расширяться дальше, во-первых, на восток Украины, это первое, второе, Амфазия, Грузия, Татарстан и так далее. То есть, я так понимаю, что... И, конечно, мы все другое вопрос. Да. А это тот же самый вопрос, потому что, понимаете, империи были до тех пор устойчивы, пока они были экономически эффективны. В современных условиях имперская форма правления экономически неэффективна. А почему? Потому что... Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, да. Нет, это не империя. Швейцарию, допустим, никуда они не расширяются. И в них не имеется объективных государств. Ну, Швейцария живет, так сказать, ее статус установлен договоренностью сильных держав. И этим все объясняется. Я хочу напомнить фразу Игоря по поводу будущего и прошлого. То есть, и национальная идея не может быть в прошлом. А имперская это прошлое. И Крым это прошлое. Это все связано с прошлым, а не с будущим. именно ностальгическое. Это не то, что такая мечта о чем-то, что возродит Россию. А как она возродит? А не что от этого изменится в России? мы сейчас не наступаем, мы сейчас обороняемся. Нам нужно присоединить Крым, нам нужно поддержать своих сторонников на Восточной Украине, чтобы сюда не пришла оккупация. Да, чтобы оранжевая вот это самое. Никто же не отрицает, что если говорится об отравленной пешке, как это например идет речь с Ленинградом, мы не могли ему сдать, понимаешь? Да, не могли, как и не может сдать Калининград. Да, так никто же не говорит, что мы должны Крым сдать. Никто не об этом еще раз. А вопрос рассуждается, потому что нам придется напрячься, возможно, так, что все остальное мы разрушим. Мы потеряем то, что имеем. Крым не так уж много туда надо вложить. Да дело не в этом просто. Мы просто тогда застыкнули. Очень много. Триллионы. Но он же тоже будет доходы какие-то приносить. А с чего? Ну с газа, допустим, с того же. Ну ты уже сколько раз уже про газ-то уже говоришь? Нет, ну газа по сравнению с тем, чем у нас полагает сейчас Россия, это копейки. Ну просто им там себестоимость не отоплежит. А с чего триллионы-то в Крым вкладывают? Что там такого-то? Ну, смотри, инфраструктуры вот эта вот связанность, о которой так уместно говорит Игорь, она сейчас Крым станет отрицательной. Потому что какие останутся способы приехать в Крым? И вот смотрите, из реалистических сценариев сейчас какой? Что Крым объявляет себя вышедшим из состава Украины и просится в Россию. Так? Окей, допустим, за это все проголосовали. Крым проголосовал, Россия тем более проголосовала и что? Какие есть способы попасть в Крым? Давайте будем перечислять. Да, а при этом нужно учитывать, что Крым, вот это его отделение, будет не признана подавляющим количеством всех остальных стран. Само по себе можно бы наплевать сказать, что мы правы и опираясь на свою справедливость, мы, так сказать, дальше будем действовать. Где более опыт есть уже. Где более опыт есть. Но тут вступают в действие уже сугубо экономические факторы. Например, например, самолеты. Самолеты наших авиакомпаний застрахованы в зарубежных страховых компаниях. По правилам страховой компании ты теряешь страховку и платишь неустойку, если твои гражданские самолеты летают в непризнанные территории, которые они приравнивают к горячим точкам. Это означает, что либо наши самолеты будут летать в Крым и наши авиакомпании будут платить колоссальные штрафы своим страховщикам, либо они туда летать не будут. Либо они приведут страховку в российские компании. Либо. Вот это еще, кстати, большой вопрос. Когда и как они смогут это... Вы поймите, вся эта штука, вся эта машинария, она же жутко неповоротливая. Она работает, настроена. Она, вот она как настроена, с железной дорогой. Физически она есть. Но... Расширить ее не проблема? Расширить ее не проблема? Расширить ее, во-первых, проблема, потому что это время и средства. Во-вторых, ну хорошо, ну ты ее расширил. А... Дорога тебе же что-ли? Куда ты, да? Куда ты? Дальше, Керченский мост. Вот Керченский мост тоже, знаете ли, будут строить ближайшие 20 лет, он обойдется неизвестно во сколько денег и будут ли по нему уходить. Его собирались строить безотносительно, так сказать, при соединении Крыма? Собирались. Ну кто же спорит, что собирались, все молодцы. А сейчас ничего этого не будет. Сейчас на границе между Крымом и Украиной есть две железнодорожные станции, на которых двухколейное движение и они не приспособлены для того, чтобы стать пограничными перевалочными станциями, на которых досмотр будет производиться сначала на одной стороне, а потом на другой стороне. Они не приспособлены. Это что означает? Это означает, что движение железнодорожное между Крымом, вот, из Крыма и в Крым будет сведено там к десяти составам в сутки максимум. Ну, можно считать, что у нас вообще не нет. Да. Остается... Крым без инфраструктуры. Остается морское. Ну, вот только что морское. Но, опять-таки, да? Для того, чтобы... Под, что такое? Под это, в сущности, перевалочная база. Там разгружают корабли и перегружают куда? На что? На поезда их перегружать? Поезда, извините, там мне некуда ходить по этому Крыму. Остается только автомобильное сообщение. На троллейбусы. На троллейбусы их перевалю. Да? Вот, понимаете? Урзовые троллейбусы. Понимаете? И что получается? Получается, что связано сетранспортное обеспечение этого пирачка, который будет тащить на себе Россия. Потому что все эти проблемы, они решаются. Но они решаются большим количеством денег и большими сроками времени. И что? И это классическая отравленная пешка, которую ты взял, а потом не расхлебаться. И в нашей ситуации следует учитывать, что деньги будут брошены мгновенно и большие для того, чтобы успеть их распилить. То есть не будет как бы так вот ситуации, что мы вот сейчас немножко выделим, потом еще там все станут в очередь с проектами, как это все сделать, что РЖД, все компании, которые в Сочи, они просто сейчас жаждут получить эти деньги. И будет украдено еще больше, чем в Сочи. Ну, это же, мне кто-то себе понятно, нет, ну это понятно, я просто говорю, что вот... Пример, там вот Чечню мы подняли, мы же туда вкачали, немедленно деньги. Пока результат не видать от Чечни. Ну, так вот именно. И это будет еще одна такая же бездонная бутя. Калининград. Что мы имеем с Калининградом? А Калининград, я вам могу сказать, что вот я не знаю, как вся область, то есть у нас получается везде, то есть Крым как база военная, Калининград как база военная, основное. Первое, что приходит в голову. А с Крымом это еще проблема с базой военной. Если что, то Босфор будет закрыт. И зачем нам наши корабли вот так вот по Черному морю ходить? Ну, а в этом тоже есть некий смысл есть. А зачем? Что нашим кораблям? Турцию. Турция. А, с Турцией воевать, да? Натовские базы в Турции. Нет, ну понятно, флот имеется в виду, что он выйдет куда-то там, в Средиземное море, дальше пойдет. Ну, в общем, его значение упадет как минимум. Ну, флот, да. Ну, то есть просто то, что его не так легко блокировать, ну, да, это плохо. Это один вариант, расширяться дальше в Украину. Нет, надо сначала взять Босфор. Это ДНС, да. Наконец-то. Мы мечтали мусско-коллективного бессознательного. Я предлагаю брать Крым только с Босфором в комплекте. Вот, по-другому отказываюсь. Все. Ну что, еще что-нибудь скажу? По-моему, это интересно, да, насчет точки такой, да. Самое интересное, что мы ничего не можем сделать. Это программировано, что мы берем Крым и все. Сделать можем. Вот смотрите, господа, я по поводу отравленной пешки-то. Что он еще делает, помимо того, что является очевидной точкой слабости? А он делает еще очень важную вещь. Он превращает Грузию в точку слабости западного мира уже окончательно. То есть, это вот такая штука, которая торчит посередине Черного моря и которая блокирует по большому счету с собой все морские пути, какие-либо еще. Таким образом, Грузия превращается в ванклах. Ну кому? При желании мы блокируем все. Мы превращаем точно таки мы уже. Точно так же мы блокируем фактически Азорское море, то есть, наиболее экономически развитое побережье Украины с этой точки зрения. Блокируем таким образом получается точкой непрерывного давления на Новороссию, то есть, на Одессу, Херсон и Николаев. Это с точки зрения. То есть, если она со стратегической точки выглядит как точка слабости, с другой стороны, хочу обратить внимание, что она превращает все окрестные вещи своего геополитического противника тоже, соответственно, точки слабости. И при том, предсовращает их много. По второму аргументу еще, по Вовину. Это я не знаю, почему точка слабости с одной стороны делает точку слабости с другой стороны. Да, вот такое бывает. Бывает, что... Если с другой стороны все, все это же структура, есть, все работает. А как-то в Грузии, допустим, там есть. Если перекрыли бы в Черное море и все. Да, ты приковаешь в Черное море и тоже так же ты его делаешь. Получив точку слабости, мы получаем развязанные руки получаем. Да, мы получаем большой, мы перекрыть не можем. Есть определенные границы. Мы практически можем. Практически получается Крыма получается, что может. Этот самый американский, американский флот стоит возле Грузии. Как им не перекроем? Как им перекроем? И вот ты будешь головой флот держать. Они туда будут. Вот этот флот они там и будут держать. Это будет для них точкой слабости. Потому что им как блокированную точку придется содержать и поддерживать в каком-то соотношении. Второй по поводу твоего вопроса. Еще я бы на той же части говорил. Не имеет смысл брать Крым в одиночку. Имеет смысл поэтапно брать всю Восточную Украину. Начиная с Луганска, с Харькова и Донбасса. У них у всех с Россией положительная связность. То есть эти позиции не являются слабыми. Но когда они берутся, вы потом посмотрите на карту Украины, вы увидите, что Днепропетровская и Запорожская область превращаются в слабые позиции. И после этого они отваливаются автоматически. Да? Ну и сразу Крыму сразу получается дорогу. Все. И мы имеем это. Мы имеем фактически стоит брать или не стоит Новороссию, которая тогда оказывается с геополитической точки зрения ей будет выгоднее находиться, эта сильная позиция будет находиться благодаря Крыму вместе с Россией. И с той поры мы будем иметь всю Восточную Украину. Вот это должно являться нашей геополитической целью. Крым это только начало предлога. Но взять Крым сам по себе неплохо, потому что мы навязываем позиции слабости сразу же нескольким державам. Америки с ее Грузией, Грузией как таковой, марионетки этой американо-европейской Болгарии. И самое главное создаем невыносимые инфраструктурные проблемы и геополитические для Украины. В первую очередь путем давления на Новороссию и второе за счет закупоривания Азовского моря. Вот на мой взгляд вот таков расклад. Поэтому с концепцией как ни странно хотя я ее изложил, концепции Переслегина отравленной пешки я не совсем согласен. Я считаю, что эта геополитическая партия имеет возможность дальнейшего развития. Здесь не надо стесняться, надо брать от Украины столько, сколько мы сможем проглотить именно по областям путем вежливых людей или невежливых. Вот такая странная у меня концепция. Ты понимаешь, что ее слабость прежде всего в том, насколько сейчас волатильны восточные области Украины. Да. А это как раз там у меня сложилось впечатление, что там конечно сначала был скачок некоторых смутных настроений, а сейчас он идет на спад. Да, есть такое ощущение, но я хочу заметить, что путем ликвидации партии регионов, как ни странно, путем партии регионов, партия регионов работала в качестве затычки, что она весь вот этот украинский прорусский электорат, который существует в не очень большом количестве, я здесь согласен, она от союза действительно с Россией, направляла к обслуживанию Донецкой Братвы. Теперь эта партия сделана, и поскольку у нас будет проявлена какого-то рода сила в Крыму или где-либо еще, то прорусские настроения вот в этих трех областях, скорее всего, будут нарастать. В крайнем случае вопрос надо решать путем вежливых людей, то есть путем тихой ползущей оккупации, такой, какой произошла в Крыму. Потому что сто бойцов ГРУ, спецназа ГРУ, направленных в Харьков, могут там что-то человек решить вопрос радикальным образом. Но это уже совсем Афганистан. Никакой не Афганистан, это будет так же тихо и мирно, как в Крыму. Просто они самим своим присутствием этот вопрос решат. Крым просто является исключением в силу своего особого положения. А в восточной области Украины уже другая история. История другая, другая. Но у них изначально, вот у Луганской, особенно в Донецкой области, их ситуация связи по-прежнему не утеряна. Она выше с Россией, чем, собственно, с Украиной. Это раз. Во-вторых, я пытался доказать, что на сегодняшний день деградация в восточной части этого бриллианта советского периода достигла таких этапов с экономической точки зрения им гораздо выгоднее находиться в России. А, кстати, вот этот пункт я совсем не понимаю. Ну, хорошо, там упало производство угля, а чего там они еще происходят? Стали. Да, ну, окей, да. И что изменится, если они войдут в состав России? В том смысле, что им содержание особенно себя окажется выгоднее, им оказывается выгоднее, чем если бы они находились в составе Украины. Почему? Потому что... Большая империя. Да, потому что... Отчая империя. То есть, я же... Нам нужен... Да, да, да. То есть, они кормят Запад. Да, да. То есть, у них снизилось уже... То есть, они, когда было большое, они кормили все. Сейчас они себя будут кормить, а Запад не будут кормить. Они не будут дотационными в России. Потому что, я читал, что... Они не будут, да. Я смотрел... Они дотационными в России не будут. В Украине это два точных... Перекрестные. Это прекрасные дотации. Это прекрасные дотации. Это в основном дотации по поводу добычи угля. Слушайте, ну вот это... Вот это тоже слабый, слабый тезис. Потому что, что добыча угля, что производство стали, это стагнирующие области экономики. Но кому нужен этот уголь и эта сталь? Они никому не нужны. Там коксующийся уголь. Сталь нужна всем. Там угры хороший. Да, это одно из известных этих вещей. Манштейн об этом писал в воспоминаниях. Почему Гитлер их заставлял брать таким образом Донбасс? Потому что Гитлер в тот момент считал, что коксующийся уголь добивается в единственном месте в России. Не будет угля донецкого, не будет стали. Я понимаю, зачем сталь нужна для войны. А в медных условиях ну на черт ее столько. Индусы производят стали, которой хватает всему миру. Больше китайцев. Ну и китайцев тоже, да. Ну во всяком случае наши вот все эти политические... Нет, ну я хочу заметить ситуацию, что с экономической точки зрения находиться им сейчас в этой империи, в имперской России оказывается более выгодно, чем раньше было отсоединяться от нее. Вот такова вот такова ситуация. А если в понедельник или там чуть попозже наша все скажет, ну да, мы подумаем, но не примем. Ну это вопрос такой есть, конечно, с точки зрения запада бы... Что это была такая хорошая игра? Да. То есть она очень полезная. То есть с его точки зрения была вот сейчас разыграна очень хорошо и все. то есть все получили... А что получили? Вот что мы получили в ТОН. Ну Крым же будет независимым. Нет, нет, нет. Но если мы его к себе не присоединим, то кто чего получил? Ну присоединим, присоединим, по факту присоединим. Не с формальной точки зрения, а по факту. В смысле? В смысле по факту? По факту, как и Южная Осетия находится в составе России, она же по факту и находится в составе России, но с юридической точки зрения нет. Ну это что, тупая дотационная бюра, никому не нужная вообще, не имеющая ничего. Да, кстати, является откровенно позицией слабости, потому что находится с другой стороны Кавказского крипта и только через один длинный туннель соединяется, скажем бы говоря, с матерью реку. Вот она тоже является позицией слабости, в отличие, кстати, от Абхазии. Нет, мы просто не знаем, какие проблемы решались там наверху, то есть какие-то, может, свои проблемы вот этим украинским маневром, они, может, уже решены. Решены, может, какие-то проблемы... Может, они там поторговались? Нет, я не знаю, что будет. Я полагаю, что все будет нормально, будет принято. Потом будут санкции обрушены. Путин, да, уже в своем пространном интервью, уже ему задали такой вопрос, вы как, рассматриваете вопрос о посещении над Крымом, сказал, нет, не рассматриваем. Нет, нет, нет. Крыма, а не независимого государства Крыма. Разные вещи. Нет, ну, так, нет, мы же так... Тогда мы будем к Крыму, который будущий рюкстат в Крыму. Нет, вопрос так, нет, не рассматриваем. А сейчас что? А сейчас они к нам обратились? Сейчас мы рассматриваем. Мы не собираемся это обсуждать, пока нет факта. Какой будет факт, будем рассматривать. Ну, нет, это просто... И политик так и тоже все вести на самом деле. Да, с точки зрения теории, допустим, если маленькое, выгодное попасть в большое, чтобы меньше платить, Почему восточным властям не попасть в тот же Евросоюз большой, который способен выделить, кормить... Кормить их никто не будет. С Евросоюзом у них, как ни странно, будет отрицательная связанность. У них низкая связанность с Евросоюзом. И высокая связанность с Россией. Почему это низкая связанность? Низкая. Ну, потому что далеко. Как-то Украина низкая связанность. Нет, у Восточной Украины. У вас тоже есть требования, очень, так сказать, трудновыполнимые для Украины. А там дороги, они с севера, а поперек очень сложно проехать. Да, и там очень разные, вы понимаете, в смысле, с точки зрения масштабной инфраструктуры, Западная Украина представляет себе пустыню. В первую очередь генерирующих мощностей. У тебя большинство генерирующих мощностей, оно сформировано в Восточной Украине. В основном в окрестностях Днепропетровска. Там, кстати, вы, может быть, не знаете, но в окрестностях Днепропетровска стоит третья по размерам атомная электростанция мира. Все, и скрупнейшая она в всем постсоветском пространстве, разумеется. 6,6 гигаватт мощности. Ну вот все, в общем, да? Еще кто-то что-то хочет сказать? Я сам. Мы можем говорить долго. Ну что, вы хотите там что-то сказать? Вот чисто политическая эта штука. Саша, это не слово послушайте. Политика и экономика – ваша стезя. Александр нам обещал ответить на все вопросы. Все по полочкам растает. Два татологических понятия связности. Пять минут у вас на то, чтобы объяснить все. Уважаемые коллеги, мне было очень интересно выслушать ваше мнение всех вас. Спасибо. Я поэтому не произнесте одного слова. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам за ваше рассказывание. Спасибо вам. Спасибо. 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 Продолжение следует...